Здравствуйте, дорогие друзья! Рад вас приветствовать на нашем виноградном канале. Зовут меня Светлана. Сегодня у нас первая корневая подкормка винограда. Но сначала поговорим о том, когда ее проводить. Конечно, тогда, когда почва хорошо прогреется, растения начинают нормально расти. В прошлом году, вот сейчас 20 числа мая, в прошлом году мы проводили подкормку приблизительно в такое же время. Только видите, сейчас побеги сантиметров, сколько тут, 15, максимум 20. В прошлом году это было уже выше второй проволоки. Ну, чем руководствуемся? Первое, когда у нас получается, то есть, если не получается сейчас, через неделю сделайте, через две, не столь важно. Слишком рано проводить не стоит, потому что, например, у нас там 1 мая, 9 было тепло, потом пришла очень такая плохая, неблагоприятная погода, вплоть даже до ночных заморозков. Поэтому слишком рано тоже плохо, не надо стимулировать растения к росту, тогда, когда еще ожидаются какие-то природные катаклизмы. Ну, сейчас уже заморозки прошли, стало тепло, тем более растения отстают в росте, и надо им помочь. О том, чем кормить минералкой, либо органическим удобрением, я поговорю как-нибудь отдельно, дабы не занимать слишком времени. Мы кормим всегда органическими удобрениями, единственное, что к концу сезона добавляем, например, что-то колейное для лучшего возревания лозы. Итого, конец мая, начало июня, но если вдруг у вас получается позже, ничего страшного, мы начинаем подкормку. Здесь у нас настойный навоз, используем тот, который удается достать. Это может быть и куриный навоз, коровяк, свиной, то, что попадается. Приблизительные пропорции, где-то мешок на 200-литровую бочку, настаиваться 2-3 недели, периодически перемешиваем. Есть зола, туда же добавляется зола. Наиболее актуально пропорции золы, например, и добавлять ее больше, когда вы делаете вторую, либо третью подкормку. Ну, даже в первую, если она есть, все это можно добавлять. Кстати, вот смотрите, после 2-3 недель здесь у меня все хорошо, жиденько, а вот в этой бочке угольки плавают сверху. Поскольку я поливаю через подкормочные ямы, то у меня такой совочек, я это все лишнее убираю, потом под какие-нибудь другие кусты полью. То есть, если у нас здесь какая-то густая фракция, мы ее убираем, чтобы у нас все осталось максимально жидким. Так, вот у нас отверстие от подкормочной ямы. Ставим такую вороночку, без проблем ее купить в магазине. Заливаем приблизительно литра 3. Смотрите тоже, если куст большой, ему можно больше. Если куст небольшой и жирующий, ему можно чуть меньше. Но пока что у нас весна, сильно жирующих нету, поэтому можно смело литра 3, если чуть больше, тоже поливать. Все, заливаем туда и сверху проливаем водой. У меня, правда, пока что небольшой напор. Потом сделаю чуть больше, где-то ведра 2 приблизительно. Я знаю, что у меня со шланга это выливается условно минуты за 2. Все, прошла, пролила. В зависимости, конечно, от того, земля была сильно сухая, либо влажная, хорошо это все делать после дождя. Ну, приблизительные пропорции, я вам сказала. Если, например, у вас нету таких ям, в принципе, опять же, когда фракция вот такая вот жидкая, можно аккуратненько подлить под куст в зоне роста корней. То есть не в самый вот центр сюда, а немножечко вокруг. И тоже хорошенько пролить водой, чтобы не кормить сверху траву, а вот эта вся питательная жижа ушла туда, ближе к корням. Так, мы кормим все лозы, которые у нас находятся на улице. И все лозы, которые растут у нас в теплице. Ну, как видите, в теплице вегетация идет совершенно по-другому. Здесь побеги гораздо больше. Но количество подкормок и доза подкормки, она абсолютно одинаковая. Что для тех, что для других кустов. В теплице у нас в основном растет все такое очень-очень крупноплодное. Вот это, кстати, побеги хаджимурата. Просили показать, вот так он себя чувствует. Но еще не до конца тут все тоже проформировано. Всего за сезон мы делаем где-то 2-3 подкормки с интервалом в 2-3 недели. Ну, приблизительно, как получается, как получается приехать, как получается все это осуществить. Потому что, так или иначе, вот эти подкормочные операции требуют определенных и временных, и трудозатрат. И единственный момент, на который стоит обратить внимание, это на то, чтобы третья подкормка не была слишком поздно. Где-то с середины июля уже можно прекращать вносить органические удобрения, либо осуд содержащие удобрения. И дальше уже больше стимулировать слазу на вызревание, если в этом есть необходимость. Ну и на этом я с вами прощаюсь. Большое вам спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, в комментариях пишите свое мнение и задавайте вопросы. Под видео, нажав кнопку еще, будет каталог наших сортов винограда и мои контакты. До новых встреч. Пока!